Глубоко уважаемые члены Президиума, коллеги, представляю вам доклад на тему комбинированного лечения Немио-какличного рака лёгкого третьей стадии с персонализированным назначением одевантной химиотерапии. Можно ссылать в 16? Спасибо. Как известно, рак лёгкого является одним из наиболее распространённых злокачественным новообразованием во всём мире с самой высокой заболеваемостью и смертностью. Так, в Российской Федерации ежегодно выявляется около 60 тысяч больных раком лёгкого. При этом выявляемость на третьей-четвёртой стадии составляет около 72%, в связи с чем больные уже выявляются на запущенных процессах. Основное лечение Немио-какличного рака лёгкого третьей стадии является хирургическое лечение. Однако, пятилетняя выживаемость остаётся неудовлетворительной и составляет не более 25% по данным различных авторов. Применение конвенциональной химиотерапии позволяет улучшить показатели общей выживаемости, но не более чем на 8%. Это связано прежде всего развитием химии резистентности опухоли к проводимому лечению, которое обусловлено работой генов монорезистентности и трансмембранных переносчиков ОБС-транспортеров. Определение индивидуальной чувствительности опухоли к определенным химиопрепаратам позволяет планировать лечение конкретного больного. Таким образом, персонализация химиотерапии является одним из важных и актуальных задач Немио-какличного рака лёгкого, лечение которого позволит улучшить результаты проводимого комбинированного лечения. На данном слайде представлена совокупная фармакокинетика основных химиопрепаратов, используемых в лечении Немио-какличного рака лёгкого. Гены монорезистентности патофизиологически связаны с ответом опухоли на определенный химиопрепарат. Все это связано, прежде всего, с работой химиопрепаратов в процессе метаболизма, трансмембранном переносе, а также воздействие на процессы апоптозы, репарации и так далее. Таким образом, целью нашего исследования явилось улучшение результатов комбинированного лечения Немио-какличного рака лёгкого третьей стадии с персонализированным назначением адювантной химиотерапии на основании определения уровня экспрессии генов монорезистентности и ABC-транспортеров в клеток опухоли. Задачами исследования явилось изучение указанных на слайде экспрессии генов монорезистентности и ABC-транспортеров в опухолевой ткани, а также определить их связь в зависимости от основных клинико-морфологических параметров и оценить их прогнозическую значимость после проведённых курсов неодевантной химиотерапии. А также задачами исследования явилось сравнить общую и безрецидивную выживаемость больных в группе с персонализированным назначением химиотерапии и в группе с эмпирическим назначением химиотерапии. Всего в исследовании было включено 62 больных Немио-какличным раком лёгкого третьей стадии, которые были распределены на две группы. По клинико-морфологическим характеристикам больные были все сопоставимы, статистически значимых различий в исследуемых группах нами выявлено не было. Чаще всего был выявлен плоскоклеточный рак лёгкого, преобладали лица мужского пола с центральной локализацией патологического процесса. В данной таблице представлено распределение больных по стадиям в соответствии с критерием ТНМ. Все больные имели третью А стадию заболевания. По 21 больному было установлено поражение бронхопульмональных лимфатических узлов, и по 8 больных в каждой группе поражение внутрегрудных лимфатических узлов. Средний возраст составил 59 и 57 лет в основной контрольной группе соответственно. Дизайн исследований выглядит следующим образом. Всем больным основной контрольной группы на первом этапе проводилась предоперационная химиотерапия по схеме венорельбин-карбоплатин в количестве двух курсов с последующей оценкой эффекта. Далее проводилось радикальное оперативное вмешательство. И больным контрольной группы проводилась адематная химиотерапия венорельбин-карбоплатин по той же схеме. Больным в основной группе после определения в опухолевом материале уровня экспрессии генов монорезистентности в зависимости, точнее, на основании разработанного нами алгоритма принятия решения мы назначали дублеты химиопрепаратов в адевантном режиме, также в количестве трех курсов. После проведенных двух курсов предоперационной химиотерапии основным эффектом явилась стабилизация процесса. Однако в основной группе мы выявили, что несколько выше была частота частичных эгрессий в сравнении с группой контроля. Однако значимых различий в исследуемых группах выявлено не было. Касаемо оперативных вмешательств, чаще всего это были обоктомии, однако в группе контроля несколько чаще выполнялись пневмоноктомии, в отличие от основной группы. Это связано, прежде всего, с более частым, на наш взгляд, частичным эгрессом после проведенного на дивантном лечении, а также более активным внедрением в последнее время выполнениями реконструктивно-пластических, ореносохранных операций, выполняемых в нашей клинике. После проведенного хирургического этапа лечения забирался опухолевый материал и выделялась РНК, и оценивался уровень экспрессии генов путем обратно-транскриптаза ПЦР в режиме реального времени. Мы получали от наших коллег подобное заключение, на основании которого мы принимали решение о назначении адеватной химиотерапии в основной группе. Получилось, что у всех больных был низкий уровень экспрессии гена ЕКСС-1, в связи с чем всем больным также был продолжен карбоплатин в адевантном режиме. В 16 случаях мы заменили препарат на гемцитабин, в 8 случаях мы продолжили химиотерапию по той же схеме, в 4 больным назначен парклитоксел, и в 2 больным назначался доксорубицин. При оценке осложнений нежелательных явлений химиотерапии значимых различий в исследуемых группах мы не выявили. Чаще всего встречалось такие явления, как тошнота и рвота и гематологическая токсичность. Однако она имела в основном перво-вторую степень выраженности, и особых различных как в неодевантном, так и в адевантном режиме нами зафиксировано не было. При оценке выживаемости больных получены следующие данные. В основной группе за период наблюдения мы зафиксировали 4 случая прогрессирования, на первом и втором году по 2 случая, а в контрольной группе 14 больных спрогрессировали, причем на первом году 9 больных. При оценке безрецидивной выживаемости по методу Каплана-Майера мы получили статистическое значимое улучшение выживаемости в порядке на 30% в сравнении с группой контроля. При оценке общей выживаемости значимых различий нами выявлено не было. Но стоит отметить, что в основной группе погибло 2 больных, в группе контроля умерло 6 пациентов. При подгрупповом анализе в зависимости от распространенности опухолевого процесса получены следующие данные. Также выявлено статистически значимое улучшение безрецидивной выживаемости у больных с распространенностью опухолью Т3 и при поражении метастазами бронхопульмональных лимпатических узлов. При поражении лимфоузлов средостения критерия Н2 значимых различий в исследуемых группах выживаемости выявлено не было. Связано, прежде всего, с изначально больным с плохим прогнозом. При оценке уровня экспрессии генов монорезистентности в зависимости от основных клиникаморфологических параметров особых различий выявлено не было. Были получены значимые данные только для генов ERCC1 и топоизомераза 2α, только в зависимости от размера опухоли. Также при оценке уровня корреляции экспрессии генов монорезистентности ABC-транспортеров в зависимости от прогрессирования от выживаемости значимых различий получено нами также не было. Таким образом, в результате проведенного исследования мы сделали следующие выводы, что экспрессии генов ABC-транспортеров и монорезистентности слабо коррелируют с клиникой морфологическими параметрами заболевания и взаимосвязи с уровнем выживаемости получено не было. Однако проведение персонализированного назначения адематной химиотерапии на основании разработанного нами алгоритма за счет определения уровня экспрессии генов монорезистентности позволяет улучшить безрецидивную выживаемость порядка на 30% больных в сравнении с группой с эмпирическим назначением адематной химиотерапии. Благодарю за внимание. У кого будут вопросы? Спасибо за доклад. Очень интересное исследование, неверное направление избрали. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Как вы верифицировали N-статус у больных до начала лечения? Спасибо за вопрос. Прежде всего, это данные компьютерной томографии, и мы также выполняли эндоскопическое ультразвуковое исследование и при подозрении на метастатическое поражение лимфоузов средостения выполнялась трансбранхиальная биопсия новообразовала. К сожалению, в ПЭТ-исследовании у нас нет возможности в Томской области, нету ПЭТ-центра. Ну и медиастеноскопия пока тоже в нашем центре еще нет. Спасибо. Это у всех больных ЭБУС выполнялся? Да. И такой вопрос. Два цикла химиотерапии по схеме цисплатин-навильбин, да? Виннавильбин-карбоплатин. Получаем хороший ответ в виде частичной или полной регрессии клинической, по крайней мере. Однако данные последующего молекулярного исследования говорят о необходимости смены химиотерапии, использования других препаратов. Как вы в этой ситуации поступали? Спасибо за вопрос. Дело в том, что в процессе проведения неодевантной химиотерапии портрет генетический опухоль, он может существенно меняться, то есть за счет того, что происходит изменение на уровне ДНК и так далее. В связи с этим уровни экспрессии генов, как и БС-транспортеров, так и монорезистентности, они, соответственно, могут значимо меняться. И портрет генетический уже отличается как у предлеченных больных и уже после лечения. То есть на основании этого мы и, собственно, проводим смену химиотерапии, чтобы улучшить последующие результаты лечения. Спасибо. Еще вопросы? Евгений Олегович, у меня будет вопрос. Почему в нейодевантном режиме не применять вашу методику? Спасибо за вопрос. Мы планируем, скажем так, персонализировать неодевантную химиотерапию, но в данном случае дизайн исследований выглядит вот так, поэтому только в планах. Понятно. Просто это может позволить уменьшить количество пневмоноктомий в дальнейшем, тем более, что у вас активно развивается реконструктивная операция. Да. И еще вопрос. Вы сказали, что вы не выполняете медиастеноскопию. Какое ваше мнение стоит ли при N1 статусе ее выполнять? Если по данным Рецистос, то и по N1. Ну, спасибо за вопрос. В принципе, конечно, по медиастеноскопии золотой стандарт в определении N-статуса. То есть даже если мы по компьютерной томографии не видим поражение лимпузов средостения, может быть микроскопическое. Поэтому, конечно, если есть техническая возможность, то, на мой взгляд, желательно выполнять ее всем больным, тем более, если мы планируем предоперационную химиотерапию. Ну, просто стоит ли подвергать пациенту дополнительной операции, если это всего лишь N1? И где грани? Стоит ли их оперировать и назначить химиотерапию в одевантном режиме, либо начинать с одевантной терапии и вряд ли что-то изменится, в том числе и в плане выживаемости? Судя по нашему исследованию, под групповом анализе, мы получили значимое улучшение выживаемости, если у больных есть поражение N1, нежели N2. Поэтому я считаю, что было бы целесообразным данным исследованием. Спасибо. Спасибо. Спасибо.